Каргополь Так, например, благодаря совместному участию ассоциаций профессионалов в сфере культуры была создана Бабкина Поляна. Это памятное место мастера каргопольской глиняной игрушки Ульяны Ивановны Бабкиной на ее родине в деревне Гринева. А еще общественниками был запущен проект развития территории «Иллюзия старого города», призванный сохранить исторический облик домов XIX века. Мы подошли к тому, как все-таки связать будущее нашей территории, развитие нашей территории с нашим прошлым. Чтобы объединить усилия власти, усилия бизнеса, усилия творческих предпринимателей или людей, которые самозаняты, мастера и ремесленники учреждений культуры и жителей города в развитии территории, которые основаны на культурно-исторических ресурсах. В рамках проекта ресурсный центр помогает инициативным людям реализовывать свои задумки, оформлять проекты, привлекать ресурсы. Только за последний год через него прошли более 600 человек. Сегодня на территории района насчитывается свыше 40 ТОСов и 20 некоммерческих организаций. Благодаря поддержке ассоциаций эти цифры все время растут. Самый главный ресурс, я считаю, это вообще люди. И надо вкладывать в людей. Вот что мы и делаем. То есть обучаем людей, стараемся обмен опытом, показывать разные практики других регионов, других территорий. У нас приезжают сюда к нам на стажировки. То есть это тоже прекрасная возможность общаться. Ассоциация работает уже седьмой год. За это время удалось реализовать свыше 20 проектов, привлечь на территорию порядка 12 миллионов. А еще здесь понимают важность обмена идеями между людьми. Поэтому представители ресурсного центра решили выйти за пределы Каргополя и успешно сотрудничают с Няндамским и Плесецким районами.